самый большой и красивый город страны живет своей жизнью просыпается спешит работает играет приходит на помощь отдыхает засыпает по сути его можно сравнить с человеческим организмом у него есть сердце мозг легкие нервы кровеносная система жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма кровь это мы с вами люди населяющие этот город и поддерживающие в нем жизнь условные соединения капилляров вен артерий оборудована специальными светофорами которыми с помощью сигналов разрешено или запрещено движение регулирует порядок действий нарушать который нельзя если организм сталкивается с тяжелым заболеванием которым применительно к нашему фильму является терроризм он дает телу команду от которой может зависеть жизнь ситуация связанная с террористическим нападением может произойти в самый обычный день когда ничто не предвещает беды в нашем фильме мы расскажем об алгоритмах поведения позволяющих вам сохранить жизнь если вы стали невольным участником террористического акта в виде захвата заложников на самом деле эти алгоритмы просты как сигналы светофора и в основном сводятся к действиям стой прячься и беги но их понимание и правильная оценка ситуации в критический момент поможет сохранить вашу жизнь внешне террористы могут ничем не отличаться от вас с нами но у них есть экстремистская идеология организация то есть финансирование и подготовка они могут иметь боевой опыт и групповую слаженность иными словами они четко представляют алгоритм своих действий а мы своих нет в новейшей истории россии достаточно случаев когда объектами террористических атак захватом заложников становились медицинские учреждения относительная простота возможности захвата отсутствие вооруженной и качественно подготовленной охраны большое количество жертв огромный социально-политический резонанс характеризует эти преступления в большинстве случаев при террористическом акте в лечебных учреждениях преступники используют захваченный транспорт если вы оказались в атакованном транспортном средстве быстро придите в себя и возьмите под контроль эмоции не делайте резких движений и не смотрите террористам в глаза выполняйте их требования в случае стрельбы ложитесь на пол или укройтесь за сиденье но только никогда не бегите при захвате надо помнить следующий только в начальный момент есть реакция возможность скрыться с места происшествия. Быстро, но спокойно оцените обстановку вокруг себя. Если рядом нет террориста и ничего не угрожает, нельзя просто стоять на месте. Если есть возможность, необходимо убежать с места предполагаемого захвата. Не пользуйтесь электрошокерами, газовыми баллончиками, потому что террористы, как правило, специально подготовленные и обученные люди, которым обычные граждане не смогут оказать сопротивление. При стрельбе сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, чугунные основания фонарного столба, бетонные столбы, даже бетонные урны, бордюры, канавы и т.д. Избегайте укрытий за автотранспортом. В любом случае надо исходить из того, что даже самое плохое укрытие куда надежнее, чем вовсе никакого. Если вы оказались свидетелем или объектом захвата, либо получили информацию о вооруженном нападении на объект по системе оповещения, уясните, как далеко от террористов вы находитесь в настоящий момент. Ваша жизнь в ближайшие секунды, минуты, часы, а иногда дни будет зависеть от близости места, где вы оказались в зоне действия террористов и от выбранного алгоритма поведения – стоять, бежать или прятаться. Прежде всего, при нахождении в непосредственной близости с местом захвата заложников, попытайтесь покинуть опасную зону, избегая открытых просматриваемых участков в зоне видимости террористов и уводя находящихся поблизости людей. Внимание! Вооруженное нападение. Центральный вход. Повторяю. Внимание! Вооруженное нападение. Центральный вход. Начать эвакуацию. Дальнейшие сообщения по системе оповещения игнорируйте. Она может быть захвачена. Тревога неучебная. Повторяю. Тревога неучебная. Внимание! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не пересекаются ли пути эвакуации с маршрутами террористов? Местоположение эвакуационных выходов и убежищ определено планами эвакуации, инструкциями, памятками по действиям персонала при угрозе совершения террористической атаки. Ставь! 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 Если скрыться нельзя, то верьте, вас обязательно спасут и освободят. Сделают это, возможно, не сразу, но предпримут все усилия, чтобы освободить вас как можно раньше. Поэтому надо настроиться на то, что какое-то время, возможно, несколько дней, вы будете находиться вместе с террористами. Ни в коем случае не нужно кричать, высказывать свое возмущение, громко плакать, потому что террористы очень часто агрессивны и злы. Плач и крики только еще больше раздражают и озлобляют террористов. Также надо быть готовыми к тому, что в течение довольно длительного времени вам могут не давать есть и пить. Поэтому надо экономить силы. При размещении в помещении насильственного удержания заложников старайтесь разместиться наиболее безопасным из возможных способов, как можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, под прикрытием мебели. Исключите использование средств связи на виду у преступников. При непосредственном контакте с преступниками не допускайте действий, которые могут спровоцировать их к применению оружия, взрывных устройств, иных опасных предметов и веществ. Выполняйте требования преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не надо противоречить преступникам и рисковать жизнью окружающих и своей собственной. Не вступайте в переговоры по своей инициативе. На совершение любых действий спрашивайте разрешение у преступников. Во время проведения операции по освобождению вам необходимо лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться. По возможности держитесь подальше от проемов дверей и окон. При ранении постарайтесь не двигаться с целью уменьшения потери крови. Внимательно слушайте и выполняйте все указания группы захвата. Не проявляйте никакой инициативы. Не пытайтесь разоружить преступников. Преступники во время штурма нередко пытаются спрятаться среди заложников, замаскироваться под них и выдать себя за пострадавших. Старайтесь в меру своих возможностей не позволять им этого делать. Жестами немедленно сообщите о них ворвавшимся бойцам. Займите положение лежа на полу лицом вниз, закройте голову руками и не двигайтесь до окончания операции. Во время работы группы захвата нельзя бежать, подбегать к освободителям или стоять в то время, когда прозвучала команда всем лечь на пол. Помните, что террористы, как правило, не отличаются от вас одеждой, а нервы у бойцов на пределе. Не вызывайте огонь на себя. Если вы услышали хлопки взрывающихся светошумовых гранат, когда яркий свет бьет в глаза, звук ударяет по ушам, или вы почувствовали резкий запах дыма, необходимо просто упасть на пол, приоткрыть рот, закрыть глаза. Ни в коем случае их не тереть, закрыть голову руками и ждать, пока сотрудники специальных подразделений не выведут вас из здания. Не покидайте то помещение, где вас держали в заложниках до наступления приказа со стороны спецслужб. Не суетитесь. При освобождении выходите как можно скорее, не тратьте время для поиска вещей. Помещение все еще может взорваться или загореться. Нельзя бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от них, так как они могут посчитать бегущих за преступников и открыть огонь на поражение. После завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководства необходимо обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия. Мы надеемся, что наш фильм поможет вам запомнить алгоритмы поведения в случае террористической атаки, а также желаем, чтобы никто из вас никогда с этим не столкнулся. Субтитры создавал DimaTorzok